В Сирии идет война. С начала вооруженных столкновений в Арабской Республике прошло более года, но Башар Асад только сейчас впервые дал событиям в стране такое определение. Это заявление прозвучало на фоне боев правительственной армии силами оппозиции, которые идут уже в непосредственной близости от Дамаска. За ситуацией следит София Тетрадзе. Так близко к столице противники Асада еще не подбирались. Бои идут всего в 8 километрах от центра Дамаска у позиций элитной республиканской гвардии, которой командует младший брат сирийского лидера. До сегодняшнего момента силы оппозиции не осмеливались атаковать этот стратегический объект. Да и правительственные войска еще никогда не применяли артиллерию так близко от центра города. Наблюдатели говорят, это первый признак растущей силы повстанцев. И эта тенденция явно не нравится сирийскому лидеру. Впервые за полтора года Башар Асад назвал происходящее в стране войной. Громкое заявление было адресовано как новому правительству, так и Западу. И тем и другим Асад дал понять. Сдаваться он не собирается. Мы находимся в состоянии войны в полном смысле этого слова. Все усилия должны быть направлены на победу в этой войне. Подтолкнули Асада к такому заявлению, говорят аналитики, не только успехи оппозиции, но и воинственная риторика Анкары. Турецкие власти уверены, инцидент со сбитым на прошлой неделе сирийской ПВО истребителям турецких ВВС – не случайность. В Анкаре настаивают, что ракета поразила самолет в международном воздушном пространстве над водами Средиземного моря, а не над территорией Сирии, как утверждают в Дамаске. Турецкие власти сегодня еще раз предупредили – больше терпеть не намерены. «Мы ответим на любые враждебные действия, нападения или угрозы в наш адрес. Мы готовы преподать урок банде, в которую превратилось сирийское руководство. Оно потеряло легитимность в глазах собственного народа. Власти Сирии осуществляют государственный террор и испытывают терпение Турции». В Брюсселе, где по просьбе Анкары собрался Совет Североатлантического альянса, решили не предпринимать никаких резких движений и продолжить давление на Асада – дипломатическое. Но до сих пор достучаться до президента Сирии не получается. Еще одна попытка будет предпринята в Женеве 30 июня. «Цель встречи инициативной группы по Сирии – определить шаги и меры по обеспечению полного выполнения шести пунктов мирного плана урегулирования и резолюции Совета безопасности ООН, в том числе добиться немедленного прекращения насилия во всех его формах. Я рассчитываю на продуктивную встречу в эти выходные и, надеюсь, мы согласуем конкретные действия, которые положат конец насилию и принесут мир Сирии». В международной конференции по сирийскому вопросу примут участие представители всех стран и организаций, которые имеют влияние на Дамаск. Кто конкретно займет места за круглым столом – это сейчас главный и по-прежнему спорный вопрос. «Мы считаем, что Иран должен принимать участие в конференции по Сирии. Наша позиция ясна. На встрече необходимо присутствие пяти постоянных членов Совбеза ООН, а также соседей Сирии. Должны приехать в Женеву некоторые ключевые члены Лиги Арабских Государств и, конечно же, представители Ирана». Противоположная позиция у США. Американские дипломаты считают, Ирану в Женеве не место, поскольку Тегеран поддерживает неугодного Западу Башара Асада и помогает в подавлении мятежа, в том числе оружием. «Мы хотим быть уверены в том, что конференция, намеченная на 30 июня, будет хорошо подготовлена и сможет послужить выполнению плана Кофиана по урегулированию ситуации в Сирии. Для решения сирийского вопроса ещё многое предстоит сделать. Принимая во внимание поддержку Ираном сирийского режима, США считают, что Тегеран не сможет внести полезный вклад в работу международной конференции». А пока международное сообщество определяется составом участников ещё не до конца спланированной встречи, в Сирии продолжается кровопролитие. Трое сотрудников спутникового телеканала «Алихбария» погибли сегодня в пригороде Дамаска. В студию ворвались вооружённые люди. Они уничтожили несколько помещений, в том числе отдел выпуска новостей. Затем злоумышленники заложили в редакцию бомбу и скрылись. «Это результат санкций, введённых в отношении Дамаска. Они позволили совершать убийства гражданских лиц и журналистов. Нападение на СМИ, покушение на честь и работу журналистов – всё это часть политики Евросоюза, Совбеза ООН и миссии международных наблюдателей». Свидетели происходящего – безоружные наблюдатели от ООН – остановить насилие в Сирии не в силе, а санкций на вооружённое вмешательство у Запада по-прежнему нет. Постоянные члены Совбеза ООН, Россия и Китай против силового метода решения сирийского конфликта. А в обход Совбеза мировое сообщество пока идти не осмеливается.